В Гомельской области живет 2100 инвалидов по зрению. Тотально слепых и слабовидящих. Мы не так часто встречаем их на городских улицах, но отмечаем для себя сразу. Это люди в темных очках и с белой тростью. Чаще всего они ловко и уверенно идут знакомыми маршрутами, не нуждаясь в помощи окружающих. Они изучают мир на ощупь. В Беларуси закончился месячник «Человек с белой тростью». В этом году его посвятили финансовой грамотности. О новых возможностях слепых людей, об их талантах, о том, чему они сами могут научить других. Сюжет Марины Джалой. Георгию учителя колледжа искусств имени Соколовского. Ласково называют его наш Жорик, всего 16. До сентября жил вместе с родителями и четырьмя братьями и сестрами в Мозере. А потом решился на героический шаг – самостоятельную жизнь и учебу в колледже. Здесь ловко оттачивает игру на баяне и осваивает фортепиано. То, что вы сейчас слышите, пусть это такие робкие опыты, но это то, что мы смогли сделать за два месяца. Его огромное желание учиться и мое горячее желание его научить, вот я думаю, что они будут успешными. Георгий вспоминает – сначала трудно было привыкать к новой жизни, иногда очень тянуло вернуться домой. Тогда делал паузу и повторял – начал дело, нельзя останавливаться на пути к своей цели. К слову о пути. Живет Георгий в общежитии, причем один в комнате. И каждый день самостоятельно ходит на учебу и обратно. Но это далеко не все, от чему научился парень за те два месяца самостоятельной жизни. Планую отпрацовать, вернуться, я мэтовик, у меня мэтовый накерунок, вернуться до себя в город, отпрацовать в школе, как наставник. А далее у меня есть идея, я хочу створить свой рок-бэнд. Кстати, зная историю парня, по инициативе областной организации БелТИС планируют создать безбарьерную среду от общежития до колледжа. По их же идее, на неделе в Гомеле для инвалидов по зрению прошла викторина «Знатоки финансовой грамотности». Это стало последним мероприятием из числа тех, которые провели в нашем регионе во время месячника «Человек с белой тростью». В этом году его посвятили доступности услуг и сервисов банков для незрячих и слабовидящих. Светлана Калинчукова на викторину приехала из Речицы. Сейчас ей 34. Окружающий мир погрузился во тьму 14 лет назад. И в 20 девушка начала учиться жить по-новому, на ощупь. Вышла замуж, родила двоих детей. Но это не предел ее мечтаний. Для Светланы очень важно стать более самостоятельной в повседневной жизни, продолжать развитие своих способностей. Не скажу, что вот прямо-таки после семинара все получилось с первого раза. Я приехала домой. Благо, что нам на семинаре раздали руководство по Брайлю. Опять-таки, я делаю на этом большой акцент. Мне это очень помогает. И я пошагово по этому руководству первый раз делала первые шаги в оплате. С первого раза ничего не получилось. Я еще раз заново прошла тот же путь. И когда где-то среди ночи у меня получился этот платеж, я подскочила, кричу, мужеврика, вставай, у меня все получилось. Работа с представителями банков проходила в несколько этапов. Сначала, еще в сентябре, провели семинар по управлению личными финансами. Участники осваивали навыки пользования мобильным банкингом. Незрячие и слабовидящие люди узнали о функционале этого мобильного приложения, об удобстве безналичных платежей и о том, как стать пользователем дистанционных услуг. Потом прошел трехдневный тренинг. Как результат, инвалиды по зрению, благодаря адаптированному именно для них приложению для смартфона, научились платить за интернет-услуги самостоятельно. Действительно, молодцы, и что они смогли беспрепятственно выполнять все те указания, которые говорили банковские работники, я думаю, что будем с ними продолжать работать. И все эти новости, которые будут происходить в нашем государстве, я думаю, что мы не будем тормозить. А мы только будем идти вперед в ногу со временем. О правах инвалидов по зрению говорили во время Международного дня слепых на встрече с адвокатами. Она прошла здесь же, на предприятии «Светотехника». Сначала юристы напомнили о правах покупателей, потом рассказали об изменениях в законодательстве, касающихся абсолютно каждого. Не обошли такие темы, как трудоустройство, пенсионное обеспечение, адресная помощь. Кстати, на «Светотехнике», а также его филиале в Мозыре, работают свыше 180 инвалидов по зрению. Это единственное предприятие в регионе, которое занимается трудоустройством незрячих людей. Еще в начале диалога от адвокатов прозвучала фраза, которая заставила глубоко задуматься. Инвалиды сами кого хочешь научат. Вскоре мы в этом убедились сами, познакомившись с очень обаятельным парнем, поэтом Владимиром Череухиным. Здесь, на предприятии «Светотехника», он почти год работает инструктором-методистом по социально-трудовой реабилитации инвалидов по зрению. За это время его подопечными были около 20 человек. Кто-то хотел научиться пользоваться смартфоном, другим надо было овладеть работой за ноутбуком. Обращались и за психологической помощью, ведь Владимир имеет соответствующую специальность. Сколько времени нужно, чтобы человек овладел в работу? Я думаю, что от полового года до двух, я так меряю, потому что так просто сходу не хапают. Особенно люди, которые стараются взрослые. Молодого легче, конечно. Тут у меня есть, например, хлопец подопечный, которому 15 лет. Ну, я говорю, а мальчику ничего гласла мачать не требовал. Показал, я тут еще ухапив. А человеку, у кого там за 60, например, есть больше такие стали кристальники. А есть человек, которому требуется раз за разом одни и те же самые навыки отпрацовывать, чтобы заманчиваться. Вы занимаетесь индивидуально, да? Конечно. Каждый рухается со своей худкостью. Кроме консультаций специалистов, инвалиды по зрению сами находят для себя нужную информацию в библиотеке предприятия. Тут оборудован уголок с компьютерами, которые имеют специальные программы. Здесь же гордость библиотеки – электронная лупа. Благодаря этому прибору слабовидящие люди могут читать на полках книги со шрифтом Брайля. Но жизнь она и за пределами предприятия. И тут незрячим гомельчанам также нужна поддержка. Заходя в автобус, переходя дорогу, не мешает замедлить шаг и осмотреться. Может быть, рядом есть тот, кому необходима помощь. Неравнодушие и свет наших сердец могут озарить путь для людей с белой тростью. Марина Джала, Игорь Морищенко, Валерий Гопанько. Новости недели.